Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость «Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о самом главном. «Анапа» готовится к сезону. Масштабное благоустройство курорта, которое начали городские власти, жители поддержали словом и делом. Безопасность и комфорт – главная задача. Специальная межведомственная комиссия провела проверку одной из крупнейших детских здравниц. Чистая вода. Жители поселка Пионерный в селе Сухо подключают к водопроводу. Велосипедная дорожка на Пионерском проспекте – давняя мечта многих любителей велоспорта, живущих в Анапе. Немало желающих прокатиться на велосипеде из числа тех, кто приезжает в город на отдых. В самой живописной зоне курорта создается двухкилометровый трек для отдыха, спорта и здоровья. Это строительство под неусыпным контролем администрации города. Больше всего жало приходило в отдел обращений граждан на отсутствие велосипедной дорожки в курортном городе. Есть огромное желание завершить строительство ее до начала курортного сезона. А если быть уж совсем точными, то первый велосипедный проезд глава города наметил на майские праздники. Поэтому работы двигаются широким фронтом. Там, где уже все готово для укладки покрытия, начнутся работы по установке светильников. Так что велодорожка будет освещена круглосуточно. Катайся, когда душе угодно, и время позволяет. Там, где велосипедная дорожка выходит к кустарникам или деревьям, она делает деликатный изгиб, или дерево или куст переносится в новое место. К зеленым насаждениям на Пионерском проспекте относятся очень бережно, а велосипеды здесь естественны и необходимы. Все нюансы строительства у пансионатов обсуждаются с их руководителями. Администрация города встречает полное взаимопонимание и содействие с их стороны. Снятый или поврежденный в ходе строительства грунт будет восстановлен параллельно с укладкой велодорожки. Так что зеленая зона отдыха обретет и новое звучание и освежит свое лицо. Ранее весна дала толчок к началу благоустроительных работ по всем направлениям. Владельцы магазинов на Анапском шоссе поддержали предложение главы города сменить покрытие тротуарных дорожек, прилегающих к их территории, и уже начали демонтаж старой плитки. Отклик предпринимателей на просьбу главы города Сергея Сергеева поддерживать порядок на прилегающей к своим предприятиям территории сегодня уже реализуется не на словах, а на деле. Руководители торговых предприятий с Анапского шоссе сами наняли рабочих, приобрели стройматериалы, бережно собирают старую плитку, аккуратно, как это сделали бы у себя дома, готовят основание под будущий тротуар. Глава города остался доволен началом работы. Это действительно прекрасный пример отношения к своему городу. А в селе Варваровка местные жители вышли на субботник, чтобы расчистить улицу Кавказская на участке, который ведет от центральной трассы к морю. Такое решение приняли на сходе. Они надеются, что их почин поддержат депутаты и предприниматели. У нас все тут настолько заросло. Дорога у нас, ну можно сказать, аварийная. Не проехать, не пройти деткам, не в школу. Ежевикой заросло в обе стороны. Когда ремонтировали улицу Кавказской по той стороне, в прошлом году асфальтировали, я подошла к инженеру и задала ему вопрос, а будут ли сюда делать ремонт? А он мне ответил, а неужели там улица есть у вас? Я говорю, ну конечно есть. А он говорит, а я заглянул, там какая-то кривая тропинка, заросшая с двух сторон травой. В территориальном общественном самоуправлении признались, что не ожидали такого отклика от местных жителей. Работы шли с утра и почти до самого вечера. Жители приходили со своим инструментом. Бульдозер и грузовой автомобиль предоставила администрация. Еще один КАМАЗ выделил депутат. В итоге каждый загружали раз по десять. В основном сухостоем, но был и бытовый мусор. Руководитель местного ТОСа показывает мост. По его словам, он нуждается в ремонте. Рядом была пешеходная дорожка. Ее восстановление может стать следующим этапом. По итогам дня жители улицы решили продолжить выходить на субботники. Жители поселка Пионерный в селе Суко теперь обеспечены качественной водой. До этого времени им приходилось или покупать привозную, или пользоваться скважинами. Только в первом случае это выходило накладно, а во втором вода не соответствовала сонормам. Все разрешилось после того, как ситуацию на контроль взял глава Анапы. Валерий Глуханов – один из первых счастливчиков, чей дом был подключен к центральному водопроводу. До этого выручала только скважина. Но качество воды оставляло желать лучшего. Ощущения даже и не выскажешь. Самое благоприятное. Ждали долго воду. Ну вот появилась, совсем другая жизнь пошла. У него вода-то вот, видите, идет, хорошая вода, чистая. Все промыто, скважина чистая, все готово к употреблению. Мы пользуемся ей. И таких, как Валерий Глуханов, в поселке большинство. Для пожилых людей это настоящий подарок. Руководство Анапского водоканала в поселке – частые гости. Сегодня совместно с руководителем ТОС они делают подворовые обходы. Необходимо полностью сформировать списки всех жителей, которые в ближайшее время будут подключены к новой водоводной системе. Водоканал все-таки пошел к нам на встречу и взял нас с абонентами на воду. Мы очень долго, 10 лет пытались, договаривались, с кем только не договаривались, и с управляющими компаниями. Все отказывались. И вот благодаря директору Царевскому он все-таки пошел к нам на уступку. Вот помогать будет и пломбировать уже, и трактор будет помогать на воде. Так что жизнь будет у нас лучше. Теперь налаживается все благодаря водоканалу и администрации, конечно. Мы столько ждали, все обещали на всех уровнях. И вот наконец-то видно, что люди взялись, и вода у нас будет. Мы тут в основном пенсионеры, а вот подключение, говорят, будет бесплатно. Все будет бесплатно. За это особая благодарность. Раньше пользовались, конечно, да и сейчас пользуемся скважиной. Уже привыкли к этому делу. То есть ни от кого не завися, прорвало, не прорвало, всегда вода есть. Ну и качество. Ну качество, конечно, оставляет желать лучшего. Потому что в чайнике воду эту вскипятишь, вот такой вот осадок. Всего к водопроводу будет подключено 45 семей. Закончить планируют к началу курортного сезона. Идет подготовка, оформление документов и монтаж следующих абонентов. Остались только технические моменты. Подключение к сети будет проходить бесплатно. Жителям необходимо лишь приобрести приборы учета воды и заключить договора. Все остальные расходы по монтажу и запуску руководство водоканала берет на себя. Обеспечить безопасность и комфорт для юных отдыхающих. Такую задачу перед детскими лагерями и оздоровительными центрами ставит специальная межведомственная комиссия. Представители городской администрации, Роспотребнадзора, правоохранительных органов, пожарные, спасатели обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании на базе крупнейшей на побережье детской здравницы. Все комнаты, они вот в таком состоянии, все полностью покрашены, полностью потолки, полностью стены. И везде подслабили на плитку. Перед новым сезоном в корпусах только одной плитки уложили порядка 14 тысяч квадратных метров. А это одно из помещений, где будут работать кружки. В прошлом году здесь отдохнули около 30 тысяч детей со всей России. В том числе по путевкам, которые приобретает государство. За детским спортивно-оздоровительным центром закреплено 720 метров пляжа. Есть два бассейна, в них практически закончился ремонт. На территории появится 50 новых беседок. Закупили новое оборудование для прачечной. Установлены новые элементы системы безопасности. Камеры, тревожные кнопки. Это очень хлопотное дело, но это очень благодарное дело. Когда видишь глаза ребенка, который доволен этим отдыхом. За моей спиной команда профессионалов. Я думаю, что мы справились в прошлом году. В этом году я надеюсь, что здравница покажет более высокие результаты. Проделанную работу в межведомственной комиссии оценили. Первые отдыхающие сюда приедут уже в апреле. Ключевая задача, которую сегодня ставят в городской администрации, дети и подростки должны не только чувствовать себя в безопасности, но и вернуться домой отдохнувшими с хорошим настроением и самыми позитивными эмоциями. Все члены комиссии, расширенные наше МВК, приняли решение в прошлом году, что мы будем обращать внимание в 2017 году, опять же, в первую очередь, на безопасность детей. И второе, это комфортные условия пребывания. В принципе, вот в соответствии с этими двумя задачами, мы сегодня уже проводим, это не первое, мы проводим выездные МВК, смотрим здравницы, насколько они уже готовятся или готовы к встрече ребят. С 1 июля детей можно будет перевозить в автобусах не старше 10 лет. На городском уровне появится специальный реестр техники, которую можно будет использовать, если не хватает собственной. Детские в Северсо-санатории знали, где, куда обращаться в случае, если нужен автобус, какое предприятие. За минувший сезон в детских лагерях города-курорта отдохнули более 100 тысяч детей. Ожидается, что в этом году юных гостей будет не меньше. Сегодня в Анапе стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». В Анапе ее организаторами выступила администрация города и отдел УВД. Если у вас есть информация о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, если вы видели надписи, рекламирующие продажу наркотических средств «Спайс», просьба сообщить об этом. Акция продлится до 24 марта. Мы стараемся привлечь большое количество населения к данной проблеме. И, конечно же, основными союзниками в данной операции, помощниками – это наши граждане. Любая информация, она для нас важна и не останется непроверенной. При наличии какой-то предназначенной информации о фактах незаконного оборота наркотиков, каждый может обратиться на телефон доверия, который находится у нас, 54895, телефон доверия дежурной части отдела МВД по городу Анапы, 0,2. Можно прийти к нам, можно прийти в дежурную часть отдела МВД. То есть, возможности сообщить предостаточно. Полную версию интервью с начальником Анапского отдела по контролю за оборотом наркотиков смотрите на нашем сайте anaparegion.ru. Проголосовать на выборах иногородним будет значительно проще. Об этом в ходе совещания, которое прошло в нашем городе, рассказал член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Валерий Крюков. По его словам, в законодательстве готовятся масштабные изменения. Их общая логика – максимально упростить процедуру, в частности для тех, кто в день выборов будет находиться в других городах или даже регионах, при этом усилив ответственность за так называемое двойное голосование. Упростить систему планируют за счет налаживания горизонтальных связей, чтобы информация об избирателях шла не через Центр избирком, а напрямую из территории в территорию. Так можно будет оперативно корректировать списки. Для приморских городов тема актуальная. Многие иногородние не просто приезжают на отдых, а живут постоянно. Ожидается, что выборы в законодательное собрание 10 сентября текущего года будут проходить уже с учетом изменений. Какая задача? Это легитимность избранных кандидатов и по законодательному органу, и по линии глав и высших должностных лиц, которые будут избираться. Легитимность. Доверие к результатам, что они выбраны правильно, и это полный учет более изъявлен. Первого числа декабря уже может выйти в первой декаде решение о назначении выборов президента Российской Федерации. И здесь стоит задача перед всеми организаторами выборов, как лицами, которые занимаются и обеспечивают людям возможность проголосовать, свое мнение выразить, и выразить его по основному принципу «мой голос, моя тайна». Управление экономики, инвестиции, администрации обращают внимание хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги размещения и занимающихся туристской деятельностью, на необходимость своевременного предоставления в орган госстатистики отчетностью за 2016 год. О деятельности коллективного средства размещения отчитаться необходимо до 1 апреля текущего года. А сведения о деятельности туристской фирмы успеть подать до 15 апреля. За нарушение порядка представления статистической информации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических от 20 до 70 тысяч рублей. Отчетность может быть представлена через функционал системы веб-сбора. Это можно сделать на официальном сайте Краснодарстата, а также на бумажном носителе по адресу Анапа, улица Крымская, 177. Подробную информацию узнавайте по телефону. Весна – пора расцвета природы, красоты и нежности, когда душа требует обновления как внутреннего, так и внешнего. Об открытии уникального уголка красоты и женственности в сюжете. Салон красоты «Гармония» сегодня распахнул двери для посетителей. Мы рады, что удалось воплотить в Анапе уникальный проект, в котором сочетается красота и воспитание детей. Салон красоты «Гармония» предлагает высокое качество обслуживания для всех – женщин и мужчин, детей и представителей уважительного возраста. Стрижки, укладки, вечерние свадебные прически, услуги косметолога, мастера ногтевого сервиса, визажиста, а также массаж для детей и взрослых и татуаж. Уход от кончиков волос до пяточек – все для того, чтобы настроение весны и обновления обязательно поселилось в душе и каждый посетитель почувствовал себя красивым и ухоженным. Еще одно направление деятельности салона «Гармония» – педагогическое. Преподаватели высшей категории, которые работают как по авторским, так и по государственным программам образования, помогут подготовить ребенка к школе, а также выполнить домашние задания школьникам младших классов. Немаловажная помощь в современном мире для родителей – консультации квалифицированного психолога и логопеда-дефектолога. Планируется проведение тематических семинаров и тренингов для учеников и их родителей. Кроме того, в уютном детском уголке с играми гораздо интереснее проводить время в ожидании мамы. Тут классно, круто, тут играю, тут очень много игрушек, тут подготовка к школе и делаем домашние задания. В честь открытия салона «Гармония» до конца месяца для посетителей уважительного возраста будут действовать скидки, а также каждое воскресенье все посетители смогут стать обладателями подарочных сертификатов. Приглашаем всех анапчан и гостей нашего города в наш салон красоты «Гармония» с любовью и заботой к каждому члену семьи. Добро пожаловать! Салон красоты «Гармония» распахнул свои двери по адресу улицы Крымская, 242Б, вход в арку напротив детской художественной школы. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. И еще один партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru А я с вами прощаюсь. До завтра. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.